всем привет друзья мои я рада приветствовать вас на нашем канале так как начался сезон подготовки к новому году начинают все лепить пельмени я тоже не отстаю от всех сегодня готовлю пельмени правда я уже приготовила 700 штук ну вот сейчас я решила снять видео я сейчас я буду готовить тесто классический рецепт теста у меня такой я насыпаю три стакана муки желательно измерять одним стаканом но если у вас одинаковые стаканы то можно и сразу приготовиться 2 2 3 стакана муки 1 чайная ложка соли разбиваю в стакан 3 яйца взбалтываю их вилкой смешиватель это не смешиватель и что я сейчас делаю я до полного стакана добавляю воды еще раз аккуратненько перемешиваю выливаю в чашку размешиваю этой вилкой вот это будет идеальное тесто я так считаю я уже положила ложечку в чайную соль сейчас я все это соберу конечно же мне для моего фарша не хочу сейчас открывать свой фарш откройте пожалуйста оператор я приготовила фарш и мне для этого фарша вот этого теста это очень мало я еще себе сделаю тесто и продолжишь гигантскими масштабами готовить пельмени все съедим в новый год нет в новый год это никто не съест это ты будешь кушать я пожиратель пельмени теперь значит этот фарш ой это тесто и фарш и тесто все собираю сразу я положу в чашку чашку переверну и оставлю его набухать муку чтобы клейковина у нас образовалась и все было замечательно значит тесто у нас лежит минут двадцать а я расскажу про фарш я сегодня готовлю пельмени из свиного фарша и он у меня достаточно крупного помола я его купила в магазине лента готовый фарш добавила значит 2 килограмма 600 грамм фарша и килограмм у меня лука я его порезала даже крупновато ну я уже готовила такие пельмени мне понравились и добавила сюда пол головки чеснока соль и перец я добавляла по вкусу это вот на вот эту вот чашку мне раз за четыре придется вот это тесто делать готовить ну я понемногу буду делать чтобы замораживать в морозилке тесто готово друзья мои сейчас будем лепить пельмешки я еще вот тут фарш положила в тарелочку когда клала фарш обалденный запах невероятный вот видите какое тестечко получилось даже желтенькое раскатываем я отрезала кусочек от теста теперь я раскатываю колбаску на пельменицы я не делаю пельмешки я их люблю сама лепить хотя у меня пельменица есть где-то сложена в закромах моих чего только не покупали ну ничем не пользуюсь вот лучше лучше рук ничего нет раскатываю колбаску видите какое идеальное тесто получилось вот классический рецепт разрезаю колбаску эту толстая получилась колбаска потоньше ну если любите большие пельмешки то можно и оставить такую колбаску ну как прелесть режется хорошо тесто получилось замечательно еще раз повторяю теперь что я припудрю стол мукой и буду окунать с двух сторон наши будущие лепешечки для теста мне кажется что это очень быстро я помню когда-то в молодости готовила пельмешки за один час крутила фарш делала пельмешки на троих у нас была тогда семья из трех человек за один час все у меня получалось и вот так я раскатываю лепешечки такие вот лепешечки получаются у меня замечательные такая маленькая скалочка ой прилипла перехвалила скалочку припудрить мукой пельмешки развариваться не будут потому что тесто такое практически на яйцах присыпала мукой разносик и вот так вот сейчас буду лепить пельмешки что-то много начинки положила так хорошо края залеплять и класть сюда для того чтобы после положить в заморозку вот так я леплю перемешки с хорошим настроением лепишь с отличным думаю еще о том кто их будет кушать а еще же нужно обязательно ослепить счастливый пельмень хотя я знаю точно кому он попадется этот счастливый пельмень откуда такая уверенность ну я эти пельмешки готовлю одному человеку я приглашу кого-нибудь в гости а тогда да может ты пригласишь тогда ему может попасться тому человеку может это будет моя внучка Настя а лепите ли вы в своей семье счастливые пельмешки раньше когда-то я помню лепили клали кусочек спички для чего отщипывали эту серу это же вообще ужасно да когда кусок деревяшки попадется о тебе счастливый пельмень попался готовить я готовила я клала только тесто раскатываю лепешечки продолжаю готовить дальше пельмешки и готовлю готовлю думаю что же вам рассказать расскажу я вам стишочек про пельмешки хочешь Юрик послушать стишок давай про пельмешки давай есть в мире много удовольствий и каждая дарует наслаждение от обвинений в тривиальности увольте ведь я слагаю воду о пельменях видишь как у меня тут неправильно получилось кто не не испробовал и вкус невероятный тот наслаждений ни капельки не смыслит прошу не понимать меня превратно мои хвалы отнюдь не для корысти да вроде бы всего лишь кусок мяса обернутый тончайшим слоем теста но вкус его доводит до экстаза и раз испробовав его то вам не найти уж место к тому же в столь казалось бы обычном блюде подсохло все пока я тут бегала гора разнообразия таится вы можете подать его в любой посуде но все равно увидите счастливейшие лица вспомнила счастливое лицо своего сыночка мужа доченьки пельмени ура пельмени малые большие среднего размера с говядиной свининой прочим мясом пельмени с майонезом с сыром соусом и тысячи примеров здесь можно предложить для вашего же счастья пельмени можно есть на улице и дома с друзьями и семьей собравшись за столом а можно поглощать их одиноко орудуя вилкой и ножом да я люблю пельмени это правда и собственно за что их не любить для языка прекрасная услада да и обед для тех кто не привык голодным быть вот такой вот замечательный стишок придумал какой-то поэт воду пельменем очень хороший неизвестный неизвестный да классный стишочек вода у меня закипела я кладу лавровый листик и соли насыпаю щепотку щепотку и выкладываю теперь кладу пельмешки сколько пельмешек ты кладешь хватит нам поужинать хватит с жиротрезом я помогу не кладу пельмешек чтобы они вкусненькие были на первый раз 100 штук хватит 30 штук положила да успокойся я так в второй раз сделала они у меня не очень крупные вот ко мне тетя приезжала мы с ней пельмешки лепили она говорит ой как мне стыдно такие делать это очень большие давай поменьше я говорю нет это прекрасные а я вот что-то сегодня постыдилась поменьше делала вот ну все сейчас закипит надо же закрыть закипит поварю 7 минут и буду вытаскивать прошло у нас время пельмешки сварились и мы их будем вынимать в такую чашку время сколько прошло 3 часа минут 7-10 прошло вот такие у нас пельмешки и прям такие не развариваются не разваренные обалденные пельмешки можно их смазать маслицем но тут я думаю у меня же свиной фарш жира предостаточно так что мы будем сейчас кушать пельмешки я вот наливаю хреновину хреновину я тоже готовила на зиму хреновина получилась обалденной просто сказочной рекомендуем можете посмотреть видео в плейлисте ссылку дадим готовим и никакое масло я класть не буду и так очень жирно всем приятного аппетита готовьте пельмешки вместе с нами у меня текут слюнки а как у вас ставьте лайки не забывайте подписывайтесь на наш канал всем пока что вы не забывайте что не что это здесь так все